Ульяновская музыкальная мануфактура «Балалайкер» хорошо известна не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Музыкальные инструменты, которые изготавливают здесь, очень востребованы среди любителей народной традиционной культуры. Когда Сергей Ключников со своей командой единомышленников открыл небольшую надомную мастерскую, даже не предполагал, что его производство вырастет до полноценной мануфактуры. Сегодня на предприятии инструменты проходят абсолютно все этапы производства. От распила древесины для заготовок, лакировки, до крепления колковой механики и установки кобылки. Так у «Балалайки» ласково называется подставка под струны. Музыкальные инструменты изготавливают из геля, березы, клёна и груши. Иногда их сочетают все вместе для достижения неповторимого акустического звучания у «Балалайки». Когда мы стали делать первые «Балалайки», и когда они стали попадать к музыкантам, мы увидели, насколько высок запрос и любопытство к этому инструменту. Даже и у тех людей, которые вообще никогда не соприкасались ни с народной музыкой, ни с «Балалайками», ни с чем таким. Также мануфактуры производят и профессиональные концертные инструменты, которые подходят для учащихся музыкальных школ и училищ. У концертирующих музыкантов требования к инструментам иные. Их, как правило, делают индивидуально мастера на заказ. Ульяновское же производство в первую очередь ориентировано на меломанов, которые хотят играть традиционную народную музыку. Вот из такого куска березы спустя две недели получится концертный музыкальный инструмент «Балалайка», которая очень популярна в нашей стране вот уже более чем 150 лет. Однако традиционная «Балалайка» получила распространение с конца 17 века. Она охотно сопровождала крестьян в быту и в праздниках. А сегодня, наравне с матрешкой и самоваром, «Балалайка», безусловно, является национальным достоянием России. Произведенные в Ульяновске музыкальные инструменты с 2018 года начали экспортироваться на европейский рынок. С учетом такого тренда наш регион позитивно вписывается в индустрию музыкального туризма не только внутрироссийского, но и мирового. Как ни крути, Ульяновск исторически, получается, тоже связан с «Балалайочной темой». Потому что «Балалайочный промысел», существовавший в Корсунском районе, это просто яркое какое-то пятно в истории губернии Симбирска, в истории Ульяновской области. И мы хотим об этом людям рассказывать. Заинтересованность со стороны бизнеса в развитии и поддержке отрасли по изготовлению музыкальных инструментов очень высока. Руководители региональной сферы предпринимательства познакомились с производством лично. Может быть, не столько «Балалайка» сама, как и Гавайи, привел нас сегодня сюда, а формирующийся новый продукт в сфере туризма. Вы знаете, что этот год, 20-й год, несмотря на то, что был тяжелый для всех отраслей, для внутреннего туризма был знаковым. Он раскрыл наши возможности. И, конечно, многие инструменты и многие идеи, которые были воплощены в жизнь, они показали нам перспективность этой сферы деятельности, этой отрасли. Непосредственно на сферу туризма высказывается «Балалайке» как об уникальном продукте нашего края, способном привлечь большое количество гостей в регион. У нас в Российской Федерации сейчас разрабатывается национальный проект туризма, индустрии гостеприимства, в связи с чем нам необходимо разработать комплекс мероприятий с нашим туристским сообществом, с нашим профессиональным сообществом, с общественниками, с некоммерческими организациями для того, чтобы выработать комплекс мер, который обойдет в основу регионального проекта, федерального паспорта, национального проекта туризма, индустрии гостеприимства. По окончании осмотра производства наша съемочная группа перебралась в музей «Балалайки». Здесь мы познакомились с подлинными и восстановленными образцами аутентичных и старинных мастеровых инструментов. Также примечательно, что в коллекции музея есть подлинный автограф Василия Андреева, балалайшника-виртуоза, композитора, который существенно усовершенствовал балалайку, а затем создал целый оркестр из этих инструментов, впоследствии получивший статус «Великорусского». Сегодня продолжают изготавливать балалайки Андреевского типа. Заслуживают внимания первые учебники школы игры на балалайке. Также экспозицию посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который заинтересовался местным производством трехструнных треугольных щебетуней и отметил, что городскую музыкальную артель стоит поддерживать и развивать. Антон Никонов, Владимир Куликов. Новости Управда ТВ.